Добрый день, дорогие друзья! Сегодня мы с вами поговорим о скорбях. С вами Протерий Кирилл Иванов на канале Споком обо всем и мысли на каждый день. Сегодняшнее апостольское зачало, это 223-е зачало, из послания к Ефесиным, 3-я глава. Прочитаю один стих. «Посему, — пишет апостол Павел, — прошу вас не унывать при моих ради вас скорбях, которые суть ваша слава». Апостол Павел говорит, что его скорби — это слава Ефесиным. Что это значит? Мы с вами знаем, что Господь наш Иисус Христос пострадал на кресте, и до креста Он перенес страдания, поношения, плевания, заушения. Нас ради человека — наше гради спасения. То есть те скорби, которые понес Христос, Он понес исключительно ради нас с вами. И вот те люди, которые уподобляются Богу, становятся святыми Божьими, им Господь тоже дает возможность пострадать за других людей. Понести какие-то скорби не для очищения своих грехов, что обычно делаем все мы с вами, если мы еще сами не очистились от них, то мы несем какие-то скорби за грехи наши. И действительно, совершенно справедливый первый вопрос, который мы задаем, когда с нами приключается какая-то беда, как мы говорим, за что? Мы задумываемся, за что это, и пытаемся исправить тот или иной грех, ту или иную страсть в нас. Но если человек очистился, то он несет уже скорби другого порядка. Он несет скорби или за Христа и за Церковь, либо несет скорби и болезни за своих ближних, которые ему дороги. Вот апостолы тоже понесли скорби за тех верующих, которые получили от них пользу, которые от них узнали о Христе. И в связи с этим мне бы хотелось сказать несколько слов о такой известной у нас в Питере святой, как Мария Гатчинская. Эта святая в детстве, в юношестве переболела энцефалитом, после чего она оказалась парализованной. Она всю жизнь практически пролежала, не имея возможности даже двигаться, только говорила и то с трудом. Но у нее была такая сильная вера, такая сила духа, что она не унывала. Она хранила веру и любовь ко Христу, за все была ему благодарна, и вот Господь даровал ей дар утешения. То есть получилось так, что она несла вот этот крест, крест вот этой болезни, за других людей. Поэтому те люди, которые к ней приходили, получали от нее утешение в своих скорбях. Мы сами знаем, что многие люди в те жестокие и суровые годы после революции теряли своих родных, близких. И вот они приходили к ней, получали от нее утешение. У нее был даже и митрополит Вениамин, который был позже расстрелян, и он получил от нее утешение. И вот эта святая прожила до 1932 года при советской власти. В 1932 году ее обвинили в том, что она проповедует Евангелие. Пришли к ней домой из НКВД сотрудники, вывернули ей руки, вынесли, волоком вынесли из квартиры, раскачали как бревно, бросили в грузовик и увезли в тюрьму. Но поскольку в тюрьме с ее заболеванием она не могла находиться, ее положили в больницу, где над ней еще и опыты какие-то ставили, подрезали сухожилия. Приговорили ее к лишению, к высылке, к лишению возможности жить в Московской, Ленинградской, там и других областях, в крупных городах. Но до исполнения этого приговора она не дожила, потому что она умерла там, в темнице, в больнице в этой, без ропота, без злобы к своим учителям и истязателям, с молитвой за них. Вот поэтому, дорогие братья и сестры, когда нас с вами постигают какие-то скорби, конечно, в первую очередь мы должны задуматься, за что нам Господь посылает те или иные скорби, болезни или решения. Но будем помнить, что есть множество и других причин наших скорбей. И в частности, Господь нам посылает их не только за что-то, но и для чего-то, и за кого-то. Поэтому будем доверять промыслу Божию о нас и о наших ближних, и будем за все его благодарить. Хранила себя Господь!